МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Вспышка заболевания COVID-19 в Лабожском. 11 жителей деревни Бортамина Ринмарского авиаотряда доставлены в Ненецкую окружную больницу. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Реконструкция участка дороги по улице Ленина подходит к завершению. Этап благоустройства строители планируют пройти до конца октября. Глава региона оценил выполнение контракта подрядчикам. Выше, дальше, быстрее. В региональном обществе «Динамо» прошли лично командные соревнования. Участие в них приняли сотрудники силовых ведомств. У МВД, Росгвардия, МЧС, а также военнослужащие. В Ненецком автономном округе получают лечение от коронавирусной инфекции 193 человека. Из них пятеро находятся в крайне тяжелом состоянии. Неутешительная ковидная статистика пополнилась 10 новыми случаями заболевания коронавирусной инфекцией. В стационаре Ненецкой окружной больницы получают лечение 43 пациента. Из них шестеро находятся в реанимации, пятеро в крайне тяжелом состоянии. Из них четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 28 пациентов инфекционного отделения получают кислородную терапию. На амбулаторном лечении в настоящее время находится 150 человек. На учете в Управлении Роспотребнадзора состоит 997 человек, близко контактировавших с заболевшими. Они изолированы и находятся на карантине до получения результатов ПЦР-тестирования. В регионе зарегистрировано 45 летальных исходов от коронавируса. Пять из них за прошедшую неделю. Эпидемиологическую обстановку в регионе обсудили на еженедельном совещании главы региона с руководителями органов власти. Как сообщил представитель Департамента здравоохранения, серьезная ситуация сложилась в Лабожском. Там вспышка заболевания коронавирусной инфекцией. Были 4 санрейса, вывезено 11 пациентов в тяжелом состоянии. Все эвакуированные больные из деревни Лабожска в настоящее время получают лечение в стационаре Неницкой окружной больницы. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Можете сказать, с чем связана эта вспышка в Лабожском? Вспышка в Лабожском, прежде всего, конечно, связана с низким процентом вакцинации. Единственный метод, который может защитить на сегодняшний день, и подтвержден, что это вакцинация, люди не вакцинируются. Ведется неэффективная работа главы администрации, получается, руководителей, в том числе, наверное, медицинского работника, как правило. Информационная работа о том, что необходимо вакцинироваться. Губернатор поручил провести совещание с главами муниципальных образований и дать им все необходимые разъяснения и рекомендации по линии профильного ведомства. Нужно проводить целенаправленную разъяснительную работу среди населения. И не только медицинские работники должны этим заниматься. Мы никого заставлять не будем и принуждать не будем. Но мы должны людям сказать, что единственный способ защиты – это вакцинация. И чтобы не оказаться в реанимации в тяжелейшем состоянии, лучше привиться. Напомним, сделать прививку можно в любом муниципалитете по месту жительства. Для этого не нужно выезжать в окружной центр. Сельские жители и жители поселка Искателей также могут вакцинироваться в Центральной поликлинике Заполярного района. А горожане – во взрослой поликлинике Неницкой окружной больницы. Вакцинация проходит и на штатном режиме. Есть запись, талончики, расписание выложено. Пациенты с 9 до часу могут записаться в удобное для них время. Также мы работаем по субботам. Напоминаем, что в Неницком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. В Неницком автономном округе продолжаются так называемые нулевые чтения по проекту окружного бюджета на 2022 год и плановый период. Напомним, главный финансовый документ региона должен быть принят в окончательном чтении до конца текущего года. На совместных заседаниях администрации региона и собрания депутатов Неницкого автономного округа рассматриваются бюджетные заявки всех профильных департаментов и их подведомственных учреждений. Особое внимание традиционно уделяется сферам здравоохранения, образования, ЖКХ, социальной поддержки населения, а также вопросам развития сирских территорий. Это прежде всего строительство и ремонт жилых помещений, социально значимых объектов, школы, дома, культуры. Конечно же мы обращаем внимание на сельские инициативы, так скажем, на финансирование благоустройства территории сельских населенных пунктов. Также мы будем рассматривать вопрос по поводу финансирования деятельности добровольных пожарных дружин. Это тоже очень важный вопрос и в принципе о деятельности пожарных формирований на территории сел. Нулевые чтения проходят, я думаю, что мы будем готовы к принятию бюджета в первом, во втором и начальном чтении. Также депутаты считают, что оленеводческая отрасль в Неницком автономном округе сегодня требует особой поддержки со стороны властей. Отрасль находится в довольно-таки тяжелом положении. В этом году у нас все оленеводческие хозяйства, это больше половины, закончили год с убытками. Необходимо увеличивать поддержку оленеводов и средства на это должны быть заложены в окружном бюджете на следующие три года. Много вопросов возникает по обеспечению мясом, особенно у нас Кара, есть такой отдаленный населенный пункт, где недостаточно мяса и не обеспечивает наше СПК, поэтому профильному департаменту попросили мы, чтобы были внесены изменения в порядке. И прежде чем получать субсидии, будет данное СПК, должны обеспечить, и это касается всех населенных пунктов, должны быть обеспечены у нас собственным мясом. Нулевые чтения продолжаются. До 15 октября Департамент финансов и экономики должен внести проект окружного бюджета на 2022 год и плановый период в собрание депутатов Неницкого автономного округа на рассмотрение. Ольга Руслур, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Реконструкция улицы Ленина в Наринмаре подходит к завершающему этапу. По условиям контракта подрядчик компания «Стройуниверсал» завершит благоустройство автодороги к 30 октября. Качество выполняемых работ оценил глава региона Юрий Бездудный. Александра Литкова расскажет подробнее. Жители Кармановки с нетерпением ждут завершения реконструкции дороги по улице Ленина. Работы создают немало неудобств как пешеходам, так и автомобилистам. Приходится ходить и ездить в объезд. Но конечный результат стоит того, чтобы еще немного потерпеть. Коррективы в работу дорожников вносят погода. Для того, чтобы асфальт прослужил дольше, укладывать его нужно только в сухую погоду. Нам важно, чтобы асфальт был качественный и укладывали тоже в хорошую погоду. Да, мы в соответствии с требованиями укладываем без дождя. Первый слой мы уложили практически на 90%. И будем приступать в ближайшее время ко второму слою. Но нужно дождаться хорошей погоды. Да. Чтобы асфальт был не просто качественным, а чтобы он пролежал как можно дальше. Дольше. Тем более, что у вас и гарантийные обязательства очень серьезные по этому объекту. Асфальт укладывают в три слоя. Два нижних по 7 сантиметров и верхний 5 сантиметровый слой. Всего 7,5 тысяч квадратных метров асфальта. Материал для дорожного полотна производят в Нарьенмаре. Параллельно с асфальтированием ведутся работы по оборудованию тротуаров, озеленению и благоустройству прилегающей территории. В пешеходную зону нам осталось выложить брусчатку и, соответственно, тактильную плитку для инвалидов. В принципе, работы по озеленению у нас уже идут своим чередом вслед за установкой тротуарного покрытия. Напомню, контракт на выполнение работ был заключен с компанией «Стро-Универсал» в 2019 году. Срок сдачи объекта – 30 октября текущего года. Выполнены работы по перекладке инженерных коммуникаций, установке столбов освещения, устройство дороги, пешеходной дороги, перекладка газа среднего давления, еще раз, протяженность дороги 490 метров. Ну и, соответственно, устройство ливневой канализации через путем септиков. Вот, работы выполняются в срок, значит, у нас со стороны администрации Центр строительства заказчик проверяет качество работы сроки, поэтому нареканий нет. Благоустройство дороги реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Стоимость работ составляет 189 миллионов рублей, из которых 25 выделены из федеральной казны. В Ненецком округе продолжается прием заявок на региональный этап всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». Его участниками могут стать социальные предприниматели и некоммерческие организации региона. Заявки принимаются до 25 октября. На конкурс могут быть представлены проекты в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, социального обслуживания, дополнительного образования, физкультуры, ЗОЖ, социального туризма и другие. При оценке проектов учитываются такие критерии, как социальный эффект, инновационный подход, финансовая устойчивость. Организаторами регионального этапа выступит Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа и Центр развития бизнеса. Экспертный совет рассмотрит проекты участников и выберет победителей, которые представят Ненецкий автономный округ на федеральном этапе конкурса. Подать заявку на участие можно через официальный сайт конкурса. Дополнительную информацию по интересующим вопросам можно узнать по телефону, который вы видите на своих экранах. Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» проводится с 2015 года при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. С 2019 года он ходит в число флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Управление внутренних дел по Ненецкому автономному округу сообщает об оперативной обстановке на территории региона за прошедшую неделю. В полиции зарегистрировано 168 сообщений о происшествиях, из них 8 с признаками преступлений. Возбуждены уголовные дела. В период с 20 по 26 сентября 2021 года на дорогах округа произошло 15 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. В результате одного из ДТП причинен вред здоровью гражданину. За этот же период времени выявлено 219 нарушений правил дорожного движения. Установлен один водитель, управляющий транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Руководитель искательского почтового отделения признана виновной в совершении преступления с использованием своего служебного положения. По решению Наринмарского городского суда назначен штраф и возмещение суммы ущерба. Наринмарский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренного частью 3 ст. 160 Уголовного кодекса РФ. Судом установлено, что обвиняемая, занимая должность начальника отделения почтовой связи в поселке Искателей, вперед с 1 сентября 2020 по 5 февраля 2021 года, незаконно присвоила вверенные ей товарно-материальные ценности на общую сумму более 18 тысяч рублей, а также денежные средства, предназначенные для выплаты пенсий гражданам в сумме более 72 тысяч рублей. С учетом данных, характеризующих личность подсудимой и ее отношение к содеянному, суд назначил обвиняемый, наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей. Также судом в полном объеме удовлетворены исковые требования прокурора округа о возмещении причиненного преступлением ущерба. Приговор в настоящее время в законную силу не вступил. Выше, дальше, быстрее. В региональном обществе «Динамо» прошли лично командные соревнования. Участие в них приняли сотрудники силовых ведомств. Управление внутренних дел, Росгвардии, МЧС, служащие воинской части. Кто оказался самым быстрым мяча команда «Самая сплоченная», расскажет Ольга Русул. Юлия Безумова представляет команду главного управления МЧС. В соревнованиях участвует второй год подряд. В прошлом году до победы не хватило буквально долю секунды. В прошлом году мне немножко не получилось до первого места, но в этом году попытаемся. Это в личном зачете? Да, в личном зачете по километру. Чтобы показать хороший результат, нужно ежедневно заниматься, постоянно поддерживать физическую форму и, конечно же, поддерживать здоровый образ жизни. Участники ежегодных традиционных лично командных соревнований приветствуют друг друга. Перед началом испытаний по условиям конкурса сначала каждый показывает свою скорость в беге в личном зачете. Женщины бегут один километр, мужчины два. Результат учитывается в зависимости от возраста участника. Кстати, Анатолий Иванов из команды ОМВД стал самым быстрым в возрасте до 35 лет. Ну, сложновато. Соперники всегда достойные. Примерно на одном уровне кто-то чуть получше, кто-то чуть похуже. Все зависит от тренировочного процесса у каждого, конечно. А в основном все соперники, в принципе, по силам одинаковые. А что нужно сделать, чтобы победить? Ну, для них тренировок мало. Конечно, тут и сама стрессовая устойчивость. Все равно процесс соревнований – это одно, а тренировки – это совершенно другое. Ну, в основном, как бы, процесс тренировок и сила воли к победе. Еще один этап соревнований – эстафета. Здесь важна не только скорость и выносливость, но и командная работа. Нет уверенности в товарищах, о победе можно не мечтать. У нас очень суровая борьба с МВД, с командой в плане эстафеты. То есть, каждый год у нас именно с ними борьба за первое место. Готовимся, но у нас так проходит подготовка ежедневная, ежеквартальная, по физической подготовке воинской части. Поэтому мы, как бы, в целом готовы к соревнованиям в любой момент, можно сказать. Только дружным удается победить, подтверждает все вышесказанное, главный судья соревнований – Надежда Деткова. Выигрывают сильнейшие. Тут же объективная оценка определяется. Кто первый приходит, тот и побеждает. Вот и все. Подготовленные люди приходили на соревнования. Исплоченные команды. В результате на пьедестал победы взошла команда МВД России, показав лучший результат в эстафете. На втором месте – воинская часть. Разрыв составил всего одну секунду. Самой быстрой спортсменкой признана Екатерина Перевозникова из команды военнослужащих. Среди мужчин возрастной категории до 30 лет – победа за Яном Хатанзейским, команда МЧС. До 35 лет – самый быстрый Анатолий Иванов у МВД. Категорию до 40 лет победил Дмитрий Гришин у МВД. И 40+, также представитель полиции Николай Остродумов. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Безработные жители Ненецкого автономного округа могут пройти бесплатное обучение и получить дополнительно профессиональное образование. Открыт набор на профессиональное обучение по специальностям повар, продавец, продовольственных товаров, секретарь-администратор и пекарь. Обучение возможно в очной и дистанционной формах. Перед началом обучения необходимо пройти медосмотр с последующей компенсацией затрат. До конца года Центр занятости населения откроет набор на профессиональное обучение по следующим направлениям. Помощник воспитателя, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, кондитер, водитель-погрузчика. Также можно будет пройти переподготовку водителям транспортных средств с категории Б на категорию С. До конца текущего года планируется обучение по программам дополнительного профессионального образования по двум направлениям. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. И педагог-психолог обучение будет проходить в форме дистанционного обучения на базе уже имеющегося любого высшего или среднего профессионального образования. Прием заявлений на обучение осуществляется в Центре занятости населения НАО. За более подробной информацией обращаться по телефонам, номера которых вы видите на своих экранах. С начала года жители округа сдали в Росгвардию 179 единиц огнестрельного оружия. Граждане пишут заявления на утилизацию своих охотничьих ружей, винтовок и карабинов по разным причинам. Одна из них – сложность с ремонтом. Как правило, охотники сдают неисправное оружие в утиль из-за лишних расходов на транспортировку к месту проведения ремонтных работ. Дело в том, что закон запрещает владельцам самостоятельно ремонтировать и заменять основные части огнестрельного оружия. Ствол, затвор, барабан, рамку, ствольную коробку. Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность за незаконное изготовление, переделку и ремонт огнестрельного оружия его основных частей. Наказание включает лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 200 тысяч рублей. В случае поломки ружья гражданину следует обратиться в Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ненинскому автономному округу, где ему выдадут направление на ремонт в лицензированную организацию. Как правило, это мастерская завода-изготовителя оружия. Личный прием в Центре лицензионно-разрешительной работы осуществляется по средам и пятницам по адресу город Наринмар, улица Рабочая, дом 14Б. Ориентир – остановка общественного транспорта дворец Порта-Норд. Жители отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Заполярного района могут обратиться с заявлением на утилизацию к участковому полномочному полиции. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – сервис заказа авто «Автолига». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова